15 ноября, среда, на часах 7 утра. Многие в это время еще спят, кто-то только открывает глаза. А эти люди вместо здорового сна предпочли встречать рассвет на улице, на холоде. Очередь на прием к врачу во вторую поликлинику собралась довольно внушительная. Поход в больницу люди сравнивают, пожалуй, что с игрой в рулетку. Повезет – запишут к нужному специалисту. Но сорвать джекпот удается не всем. Вот позвонишь, не дозвонишься. Придешь сюда, отмерзнешь. Пять талонов. Говорят, десять. Пять человек пройдет уже. Все, талонов нет. Вот не надо ревматолога. Я вот хожу. С июня месяца не могу попасть на прием. Очередь очень большая. Вчера была к врачу. И даже в регистратуру очень большая. У меня только 50-я была. 54-я очередь у меня только была. Я пришла утром около 9-го. Сегодня пациентам не пришлось долго мерзнуть у закрытых дверей. Поликлиника открылась в положенное время. По словам очевидцев, в минувший понедельник картина была несколько иная. В 8 часов все еще было закрыто. Это и стало поводом визита съемочной группы «Артем ТВ» в медучреждение. Здесь нас заверили. Ситуация не носит системный характер. В понедельник у нас так получилось, что мы разобрались, провели служебное расследование. Там произошла путаница с ключами. Сотрудники повинились. Одна сотрудница аж плакала, что у нее так получилось. Поэтому мы открыли двери в 8, стояли на входе, извинялись перед посетителями. Вообще мы открываем без 15. Медики обещают, что мучения пациентов вскоре закончатся. На смену бумажному документу обороту придут современные технологии. А между тем во второй поликлинике уже началась реализация проекта «Открытая регистратура». Теперь при обращении в медучреждение посетитель получает талон с указанием номера очереди и ожидает приглашения в регистратуру. Добавим, что в зоне регистрации и ожидания приема провели ремонт и создали все условия для безбарьерного общения пациентов с медрегистраторами. Во-первых, все красиво, приятно находиться. Во-вторых, девочки всегда любезны. Так, чтобы кто-то грубил. Даже если ты не прав, они всегда лояльны. Хотела бы пожелать, чтобы все было для людей. Может быть, медикам бы облегчили какой-то труд. Потому что, чтобы попасть к устному специалисту, это минимум месяц надо. И то, что по телевизору там говорят, что, простите меня, в течение недели можно попасть к устному специалисту, все это ерунда. Есть еще одно нововведение. Работники регистратуры теперь не отвлекаются на телефонные звонки. Запись пациентов к врачам ведет оператор в отдельном кабинете. Помимо этого, здесь выделили изолированное помещение для хранения медицинских карт. Как только пациент подает свои документы в регистратуру, его данные тут же поступают в картохранилище. Еще несколько минут, и карта пациента по лифту отправится к врачу. Прием, девочки. Карточка найдена, получите. Они ответили. И вот в течение дня, какие еще будут заявки на предварительную запись, вот наши сотрудники. Все вот эту вот полочку заполнят, и все это будет разнесено в течение. То есть, сегодня вечером они уже могут все это передать врачам или наверх в регистратуру. Все это будет в кабинете врача. Казалось бы, что еще нужно для хорошего самочувствия? Выстроенная логистика, вежливая регистратура, улучшенные условия пребывания посетителей в поликлинике. Но все это теряет смысл на фоне острого дефицита кадров. Так, во второй поликлинике на 24 участка едва наберется и десяток участковых терапевтов. А потому вопрос о квалифицированной медицинской помощи остается открытым. Анжела Галышина, Тарас Боднарук, Светлана Нурик. Городские новости.